Новые нейросети появляются каждый день. И сегодня у нас на обзоре свеженькая нейросеть китайского происхождения, которая называется Виду. И позволяет она нам создавать видео как из текстового запроса, и также может делать видео из загруженной картинки, другими словами, анимирует картинку. Вот такой минималистичный и простой сайт на данный момент. Здесь показываются возможности, показывается, какого качества видео мы можем получить. Видео генерирует 4-секундное видео меньше, чем за 30 секунд. И также может создавать как реалистичное, так и анимационное видео. И чтобы начать пользоваться, нужно просто нажать кнопку в правом верхнем углу Try Виду. Есть несколько способов регистрации с помощью Google аккаунта, с помощью e-mail или с помощью телефона. Ну, мне проще всего зайти с помощью Google аккаунта. И здесь не так много кнопок. Языки здесь только английский или китайский. И здесь всего две главные кнопки Create Video и My Creation. То есть создать видео, либо посмотреть уже созданные видео. Ну, давайте нажмем Create Video. И здесь тоже очень-очень простой интерфейс. Здесь поле для промпта. Можем ввести наш текстовый промпт, либо подгрузить картинку. Кнопочка Inspire Me. Если вы просто хотите попробовать возможности сервиса, можно нажать Inspire Me. Он сгенерирует случайный промпт. Дальше Enhance Prompt автоматически улучшает ваш созданный промпт. Ну, если вы уверены в своем промпте, эту кнопку можно отключить. И в настройках совсем мало настроек. Здесь либо General, это любое видео, в том числе фотореалистичное. Animation, это мультяшное будет видео. Длительность 4 секунды, а 8 секунд это в платной версии. Вот такие простые настройки. Что касается бесплатных возможностей, давайте нажмем на эту кнопочку и посмотрим, что в бесплатном плане нам дается 80 кредитов, которые обновляются каждый месяц. Мы можем генерировать 4 секундное видео. Есть возможность улучшить качество видео. Не разрешают коммерческое использование. И одновременно может выполняться одно задание. Платная версия 8 долларов в месяц. И в данный момент действует скидка 50%, если покупать годовой план. Здесь уже дается больше кредитов. Можно генерировать 8 секунд видео. Также есть улучшение качества. Разрешается коммерческое использование. Удаляется водяной знак. И можно одновременно генерировать 2 видео. И также у нас на этой страничке есть очень полезная кнопочка, которая называется гайд или руководство. Мы можем перейти по этой ссылке. И попадаем на страничку с этим руководством. Правда оно на английском языке. Но можно перевести и разобраться. Здесь даются рекомендации. Приведены примеры на картинках и на видео. Например, простой промпт короткий. И более расширенный промпт с указанием окружающей обстановки и стилей. Особенно полезна вот такая схема, где нам объясняется, как мы можем составить наш промпт. Во-первых, у нас есть наш базовый короткий промпт, который описывает персонажа или объект, который мы хотим увидеть. Это должно быть понятное и четкое описание этого объекта. Не рекомендуется использовать сложный литературный язык. Далее мы можем описать более детально сцену, указать множество деталей. Например, детально описать материалы, из которых изготовлены объекты, одежду, которая одета на персонажах, цвета или цветовую гамму всей композиции, текстуры. Также мы можем более подробно описать позицию нашего объекта или персонажа. Другими словами, композицию. Он находится в центре, справа или слева. Еще мы можем подробно описать окружающую обстановку. И кроме того, мы можем указать эмоции, если это касается персонажа. Также можем указать общее настроение, которое должна передавать вся композиция. И кроме того, мы можем добавлять художественный стиль, но это также может быть и кинематографичный стиль, или анимационный стиль. Мы можем указывать конкретные имена художников, а также знаменитых фотографов или иллюстраторов. Либо же мы можем указать просто название стиля. Например, импрессионизм, как было в предыдущей картинке. И кроме прочего, мы можем указывать технические детали, такие как характеристики камеры, положение камеры, движение камеры, резкость и другие технические детали. И дальше на этой страничке, если мы спустимся ниже, здесь показаны примеры на видео. Например, разница короткий промпт и длинный промпт. Это все интересно посмотреть. Например, кинематографические стили. Ну, первый дженерал это общий стиль. Science fiction, фантастика, вестерн. Романтический стиль, криминальный стиль, хоррор или триллер, стиль нуар, комедия, драма, экшен, документальный стиль, анимация, еще стили. Здесь, например, указаны имена художников. Винсент Ван Гог и его картина «Звездная ночь». Густав Климпт. И кроме имен художников, также идут названия стилей, например, поп-арт, стимпанк, клейматик, это такой пластилиновый стиль, стиль скульптуры из льда. И ключевые слова, касающиеся съемок. Например, таймлэпс, это такая распускающаяся розочка. Длинное видео, которое сжато в короткий промежуток времени. Съемка под водой, съемка с дрона, съемка сверху, съемка любительской камерой. Клоуз ап, это сильное приближение. Дальше идут текстовые эффекты. Мы можем также в наш промо добавлять, например, дым или вспышка, что добавляет интересные визуальные эффекты. Зум-ин или зум-аут, приближение камеры или отдаление. Глич-эффекты. Также мы можем добавлять определенные действия нашим персонажам. Например, здесь движение рукой и персонаж снимает очки. Эти все слова можно себе куда-то выписать и применять по мере необходимости. Я, конечно же, рекомендую ознакомиться с этим руководством и посмотреть, какие получаются эффекты при добавлении разных слов в наш промо. И давайте для начала сгенерируем видео из текстового промо. Я подготовила такой промо. Красивая женщина с длинными рыжими волосами в зеленом платье идет по улице. Мода 60-х годов. Средний план. Мягкий растет. Цвет. Приближение камеры. Качество ретро-пленки. Все это на английском языке. Вставляю в промо из настроек у нас General. Я хочу, чтобы был более реалистичный стиль. Также у меня включена настройка Enhance Prompt, потому что наш промо довольно короткий. За генерацией одного видео снимается 4 кредита. И попробуем. Генерация происходит довольно быстро. Долго ждать не придется. Ну вот, ожидание было меньше 1 минуты. И посмотрим, что у нас получилось. Ну что ж, очень естественное видео. Давайте разъем на весь экран. Я считаю, очень красиво, хорошо получилось видео. То, что здесь качество немного размытое. В этом же сервисе есть инструмент улучшения качества видео. Но мы его посмотрим в конце. Ну что ж, мне нравится результат. Давайте попробуем этот же промо, но выберем стиль аниме. И попробуем сгенерить. Посмотрим. Давайте на весь экран. Ну, по-моему, тоже довольно интересно. Правда, она не двигается. Камера поднимается вверх. Но сама девушка не идет по улице. Дело в том, что когда у нас включена опция «Улучшить промо», мы не видим, какие именно слова добавляются в этот промо. И я думаю, поэтому такое несоответствие с нашим запросом. А теперь давайте создадим видео из загруженной картинки. И перед тем, как приступить, скажу, что по моим наблюдениям, данная нейросеть лучше анимирует рисованные или мультяшные картинки, чем фотореалистичные. И особенно хорошо передает эмоции персонажей. И давайте с них и начнем. И для этого нужна картинка, на которой есть лицо и желательно крупный план. Итак, я выбираю на компьютере подготовленную картинку. У меня вот такой портрет красивый. И когда мы подгрузили картинку, у нас есть две опции. Первая – «Use as first frame». В этом случае нейросеть возьмет нашу картинку как первый кадр и дальше придумает из нее анимацию. Ну, в промпте мы также можем подсказать, какую анимацию мы хотим видеть. А во втором случае она использует персонажа как референс. И мы тогда в промпте можем задавать совершенно другие действия для этого персонажа, не те, которые показаны на картинке. Я в промпте написала «Лицо персонажа становится очень счастливым». И нажимаем «Сгенерировать». Как видите, у нас исходная картинка была квадратная, а видео тоже получилось квадратное. И посмотрим, что нам нейросеть сгенерировала. Давайте еще на весь экран посмотрим. По-моему, прекрасно. Давайте теперь эту же картинку будем использовать как референс для персонажа. Я нажимаю «Re-edit». У нас подтянулась наша картинка, и мы выбираем вторую опцию «Use for character reference». И здесь мы изменим наш промпт. Я написала «Персонаж пьет кофе в кафе». «Enhanced Prompt» пока что остается включенным. И попробуем, что получится. Смотрим результат. В начале видео какой-то артефакт, но в целом, в целом очень даже интересно. Видео стало горизонтального формата, и оно ближе к реалистичному, чем к анимешному. Давайте теперь попробуем убрать опцию «Улучшить промпт». Я здесь нажму «Re-edit». Здесь нам нужно выставить «Использовать персонажа как референс». И здесь мы поменяем промпт. Персонаж пьет кофе в кафе. И мы убираем эту галочку «Улучшить промпт». Попробуем сгенерировать. Посмотрим, что вышло. Но здесь нейросеть нафантазировала что-то совершенно другое. Совершенно другие персонажи. Честно говоря, очень странно. Ну что ж, такие фокусы тоже случаются. И давайте еще попробуем заанимировать фотореалистичную картинку. Загружу с компьютера. У меня есть вот такое изображение. Выберем сначала первую опцию. «Use as first frame». В качестве промпта я добавлю «Лицо персонажа становится серьезным». И попробуем сгенерировать. Смотрим результат. Ну что ж, полное соответствие промпту. И посмотрите, какие естественные эмоции. Нейросеть очень хорошо изображает эмоции. И попробуем для этого же персонажа изобразить какую-то другую ситуацию. Давайте нажмем «Re-edit». Выберем вторую опцию. И в качестве промпта добавим. «Персонаж идет по улице города». Посмотрим, как справится нейросеть. Посмотрим результат. Но здесь, как видите, мы не знаем, похож этот персонаж или не похож. Не всегда получается то, что мы хотим. Давайте теперь попробуем улучшить качество видео. Для этого есть кнопочка под видео «Upscale». Нажмем на нее. И у нас есть здесь две опции. «Stable» и «Creative». «Creative» пока что недоступна. Она в разработке. Поэтому остается только «Stable». Нажмем «Upscale». С нас списывается также 4 кредита. Можем посмотреть результат. Видим, что видео стало намного четче. И покажу еще несколько удачных генераций, которые у меня получились. Здесь генерация была из картинки. В промпте была написана «Съемка с дрона». Это была генерация из картинки. В промпте было написано «Персонаж выглядит счастливым и улыбается». Еще неплохо получился натюрморт. Здесь была загружена картинка и написан подробный промпт о том, что апельсиновый сок льется из кувшина в стакан. Здесь был довольно длинный промпт. Очаровательная роковая женщина, одетая в шляпу в стиле 40-х годов, излучает элегантность в стиль фильмов нуар. Тоже довольно неплохо переданная атмосфера. И кинематографичный стиль. На этом видео буду заканчивать. Рекомендую посмотреть также другие видео на моем канале. Если было полезно, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!